Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! Сегодня вы узнаете о том, как выявить скрытый сахарный диабет, о котором вы можете даже не подозревать. Скрытое течение сахарного диабета опасно именно тем, что человек, ничего не подозревая, ведет обычную жизнь, не придерживаясь диеты и рекомендаций врача. А между тем, в его организме постепенно глюкоза разрушает сосуды. На местах повреждений могут образовываться как холестериновые бляшки, так и тромбы, что в свою очередь может привести даже к образованию трофических язв и в дальнейшем к ампутации конечностей. Итак, как же определить, есть ли у человека скрытый сахарный диабет или нет? И в этом нам поможет простой анализ на гликозилированный гемоглобин. Обычно люди сдают анализ крови на уровень глюкозы и получив в результатах значение в пределах нормы, спокойно вздохнув, живут дальше. Но этот анализ является неточным. Дело в том, что анализ крови на уровень глюкозы сдают натощак утром и тогда при помощи анализа определяют уровень глюкозы именно на тот момент, когда берут пробу. Очень часто у людей утром глюкоза в крови находится в пределах нормы, но при этом через несколько часов после того, как человек поест или ночью, когда человек спит, ее уровень бывает выше нормы. Также может быть сегодня утром сахар в норме, а завтра может повыситься. Анализ на гликозилированный гемоглобин является важным показателем, который указывает на содержание уровня глюкозы в крови за прошедшие 120 дней, то есть 3 месяца. Именно это исследование крови позволяет определить скрытое течение сахарного диабета или диагностировать сахарный диабет на ранней его стадии. Почему этот анализ так информативен? Попробуем разобраться и начнем с гемоглобина. Многие знают, что гемоглобин является переносчиком кислорода в нашем организме. Уровень гемоглобина определяют в общем анализе крови. Дело в том, что гемоглобин не только переносит кислород, а и обладает одной способностью. Гемоглобин в крови необратимо связывается с молекулами глюкозы. В момент, когда эта связь происходит и образуется гликозилированный гемоглобин. И чем выше уровень глюкозы в крови, тем быстрее происходит соединение гемоглобина с глюкозой. И конечно же, тем выше показатель гликозилированного гемоглобина в результатах исследования. Гемоглобин не плавает в кровотоке сам по себе, а находится внутри эритроцита. Эритроцит это клетка крови. Длительность жизни эритроцита 120 дней, поэтому степень гликозилирования и определяют за 3 месяца. При помощи исследования крови на гликозилированный гемоглобин оценивают, какой среднесуточный уровень сахара в крови был за последние 3 месяца. Чем же опасно это положение дел? Все дело в эритроцитах. В обычной жизни у здорового человека эритроциты, циркулируя по крови с кровотоком, доставляют кислород органам и тканям и забирают углекислоту. Циркулируют они не только по венам и артериям, но и по мельчайшим сосудам – капиллярам. Для того, чтобы протиснуться в маленький капилляр, эритроцит должен быть эластичным. Но когда в эритроците увеличивается содержание глюкозы, соединенной с гемоглобином, эритроцит утрачивает свою эластичность и гибкость. В результате не может проникнуть в мелкие сосуды и мельчайшие капилляры. Поэтому у таких эритроцитов нарушен процесс передачи кислорода клеткам и тканям. Они приносят кислород, а отдать его не могут. На фоне этого в тканях и органах отмечается хроническая гипоксия – недостаток кислорода. И уже на фоне гипоксии развивается заболевание глаз, почек, поражаются нервы и разбивается ретинопатия, нефропатии, нейропатии. Эти осложнения являются хроническими при сахарном диабете, даже скрытым. И чем выше уровень гликозилированного гемоглобина, больше 10%, тем более бурно заболевания начинают прогрессировать. Поэтому, как я всегда говорю, ваше здоровье в ваших руках. И каждый человек, чтобы избежать развития хронических заболеваний и серьезных осложнений, должен сам быть заинтересованным в том, чтобы знать свой показатель гликозилированного гемоглобина. Анализ рекомендуется сдавать здоровым людям для контроля ситуации один раз в год. А тем, у кого сахарный диабет диагностирован первого или второго типа, обследоваться нужно каждые три месяца. Этот анализ поможет отследить степень компенсации диабета. Оценивать его нужно будет вместе с результатом уровня глюкозы в крови, измеряемой в течение месяца несколько раз. Показатель гликозилированного гемоглобина – это не тот анализ, который сдают для галочки или для врача. Прежде всего, он нужен вам для того, чтобы вовремя выявить сахарный диабет. А людям, страдающим диабетом, избежать всевозможных осложнений. Вот именно так, при помощи простого анализа, вы можете избежать многих проявлений в виде осложнений и выявить в самом начале заболевание. Ну, а на сегодня это все. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Если ролик был вам интересен и полезен, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это в видео плейлисты и делитесь в соцсетях. Ну, а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока!